Пригород Улан-Удэ. Частный сектор. Людей на улице почти нет. За окном минус 30. Мы приехали в гости не к родственникам, недавно переехавшим из района в город, а к самому настоящему швейцарцу. Здравствуйте. Меня зовут Вера. Мы к вам пришли в гости. Двухэтажный дом, огромный гараж и табличка Хараусун. Лукас нашел ее на дороге в Бургузинском районе, когда путешествовал. С бурятского языка Хараусун – черная вода. Большого значения хозяин таблички не придает. Просто он любит украшать свою территорию интересными вещицами. Ну, я забрал эти на берегу Байкала. Мне очень нравится, потому что это в хорошей форме. И Лангтай – это как наше воде. Тут это как рыба. Тут тоже. Можно тоже видеть лицо. Но если есть немного фантазия. Шапочки у вас здесь. Вы любите париться, значит, да? Да. Интересно. Как? Вы хорошо переносите температуру? Ну, да. И в жару, и в холод. Да-да-да. Ну, сейчас это очень удобно, если снег лежит на улице. Кстати, хочу сказать, что вы больше похожи на сибиряка, чем я. Я не знаю. Потому что, посмотрите, как я оде, это тепло. Как вы ходите в одной кофточке. Как мужчина из Свейцарии оказался в Бурятии? Первый раз был 16 лет назад. Я первый раз был в Бурятии. Я сделал большие путешествия полмира на колесах. Вам здесь понравилось? Да, очень. Вы обратно вернулись в Швейцарию. И у вас всегда была мысль вернуться сюда, да? Когда-то я думал, что я хочу еще сделать с моим жизнью, потому что я знал, что я не хочу на пенсию в моей профессии. В своем родном городе Люцерн Лукас работал автомехаником, но всегда мечтал заниматься туризмом, потому что безумно любил путешествия. Мечта исполнилась четыре года назад после переезда в Бурятию. Сейчас Лукас организовывает туры по нашей республике для иностранцев. И разводит свиней. Почему свиньи? Почему не лошади, не коровы, а свиньи? Ну, свиньи, они не так большие, как лошади или коровы. И мы хотим сделать не просто мясо, мы хотим сделать мясные продукты, ну, как ветчина или колбасы, как салами. Лукасу еще не приходилось забивать свинью, но он изучает, как это сделать правильно. Говорит, процесс этот будет для него болезненным, ведь к своим питомцам он очень сильно привязался. Потом Лукас пригласил нас в дом на чашечку чая, и тут началось самое интересное. Мы ехали за сюжетом, а записали большое интервью. Пока оно монтируется, посмотрите несколько фрагментов. Это шизн, ты никогда не знаешь, что бутит завтра. Хлеб тут, который можно купить в магазине, но извините, но это не хлеб. Садома был, на маленький лес, и не только кто тоже, на велосипеде, 20-30 минут был, балжой лес. И мы очень часто миграули там, в лесу. Я был в всей стране в Европе, поэтому я не очень хорошо знаю, сколько стран я был, но много. В детстве я никогда не думал, что я буду шить в Сибири. Это такой стереотип, что люди темные, что это очень опасно, что у каждого человека свой медведь дома. Люди всегда пьяны, никто не смеется. Как все люди думают, что в Швейцарии каждый человек богатый. Это правда, но кроме меня. Большое интервью Лукаса Акермана. Скоро на АТВ.